Доброе утро и победите сегодня! Перед тем, как мы начнем служение, пророк передал слово вам. Пророк Тибежоша послал иману Тиви-команду в Украину, чтобы послужить новой утренней водой. Это благословение и подарок от пророка в Украине. Это бесплатно. Бесплатно получаем, бесплатно даем. Перед тем, как мы начнем служение утренней водой, я призываю вас посмотреть короткое видео. То есть соседроточьтесь, извиняюсь, на экраны про новую утреннюю воду. Если немножко, можно инструменты чуть-чуть убрать. И как только будем готовы, можно запускать видео. Приятного просмотра вам! Этот год сажает семя, которое будет собрано в следующем году. То, что этот монстр, называемый COVID-19, разрушал, COVID-19 будет ясно видно в следующем году. Мы говорим о компаниях. Я имею в виду отрасли, которые были уничтожены. Люди теряют работу. Образовательные организации, организации веры, я имею в виду институты веры, уничтожаются. Разводы здесь и там. Бедность становится обычным делом. Вот почему Господь дал мне благодать и сделать эти инструменты веры. Это новая наклейка для нашей защиты и для защиты всего, что нам принадлежит. Содержание становится новым каждое утро. Нет болезни, которую она не может излечить. Нет недуга, которого она не может исцелить во имя Иисуса. Нет проблемы, которую она не может решить. Нет бремени, которого она не может понести во имя Иисуса Христа. Почему выбор воды вместо масла? Это потому, что это может быть применено на любой части тела. Это не для продажи. Вот почему она помазана. Не будьте обольщены по причине отчаяния. Не забывайте, невежество — это грех. Это не для продажи. Это упаковка. Содержимое становится новым каждое утро. Не будьте обольщены по причине отчаяния. Она полна огня восстановления. Я чувствую огонь, силу восстановления. Я чувствую это. Я чувствую это. Ваш бизнес, который спал, это новый рассвет. Ваши финансы, которые спали, это новый рассвет. Ваш брак, который спал, это новый рассвет. Ваше здоровье, которое спало. Это новый рассвет. Доброе утро. Давайте рассмотрим, что происходило с людьми в некоторых частях Южной Африки после того, как они получили помазанную воду. Партнеры Emmanuel TV получают новую помазанную воду в центрах по всему миру. Давайте посмотрим, что происходит, когда они только лишь прикасаются к контейнерам, даже не открывая флаконы с новой помазанной водой, чтобы послужить ей. Прибудьте в благословении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я ошеломлена присутствием и силой Божьей. Это радость и просто сокрушительное присутствие Божьего. Мадам, что с вами происходит? Огонь. Огонь. Где огонь? По всему телу. По всему телу. В моих ступнях. Огонь такой сильный. Огонь такой сильный. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Ты сделал это, Господь. У вас надпись. Доброе утро. Спасибо, Иисус. Вы можете видеть? Да. Какого цвета эта футболка? Черная. А вот эта? Это зеленая. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Что вы чувствуете, глядя на свою маму? Я так счастлива. Я очень счастлива. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Меня зовут Хен Сану. Я из Моторео. Я не могла видеть. Она всегда сопровождала меня. Это продолжалось на протяжении 4-5 лет. Это был диабет. Родовое проклятие. Многим членам нашей семьи приходилось делать операции на глазах. Они потеряли зрение из-за этого проклятия. Даже мой отец умер от этого. Я всегда зависела от нее или от кого-то еще при передвижении. Это было трудно, потому что мне приходилось заботиться о ней, так же, как она когда-то заботилась обо мне. Я всегда боялась, что могу упасть. Но сегодня я исцелена. Я буду ходить по магазинам сама. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Моя жизнь вернулась. Спасибо, Иисус. Я исцелена. Я освобождена. Я избавлена. Проклятие разрушено в моей семье. Взгляните на слепую женщину, которой вернулось зрение благодаря всего лишь прикосновению к коробке с помазанной водой. Зрители, что же произойдет во время служения с содержимым? Давайте посмотрим, как новую помазанную воду применили в отделении интенсивной терапии. На сайте социальных сетей жена Йохана извещает друзей о критическом состоянии своего мужа. К сожалению, состояние Йохана стало хуже, и его забрали позавчера в больницу. Его не могли принять из-за нехватки коек. Я отвезла его снова туда сегодня утром. Для него там приготовили место. Когда он туда приехал, уровень его кислорода был 62. Его легкие были значительно поражены. Сейчас он стабилизировался. Ему сделали рентген и анализы крови. Мы просим вас, пожалуйста, усиленно молитесь. Вот это помазанная вода, которую мы собираемся побрызгать во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа ты исцелен. Будь исцелен во имя Иисуса. Все, что не так в твоем теле, будь исцелено во имя Иисуса. Иисус исцеляет тебя. Иисус прикасается к тебе. Господь сам здесь с тобой. Любая болезнь в твоем теле во имя Иисуса Христа. Будь обращена вспять. Будь отменена. Благодарю, Господь. Аминь. Благодарю, Иисус. Благодарю тебя, Иисус, за эту чудесную помазанную воду, которую я использовала для моего мужа сегодня. Благодарю, Иисус, за исцеление и прикосновение к моему мужу. Благодарю тебя, Иисус Христос. Аминь. Давайте посмотрим, что происходит после применения новой помазанной воды. Сейчас полдень. Уровень его кислорода держится на отметке 90. Он почистил зубы и сменил одежду. Он очень хорошо теперь справляется. Как ты себя чувствуешь сейчас, любовь моя? Гораздо лучше. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Йохан говорит, что чувствует себя гораздо лучше. И я очень счастлива. Большое всем спасибо. Благодарю тебя, Господь. Удивленная фотография, которую ей прислал врач, ее мужа в мессенджере, она отвечает в сообщении. Вот это да! Спасибо! Он в порядке? Врач Йохана отвечает, он сейчас выглядит очень хорошо. Уровень его кислорода выше 90. Жена Йохана отвечает, ах, спасибо большое! После использования новой помазанной воды, выздоровевший Йохан выписан из больницы. Благодарим тебя, Иисус! Благодарим тебя, Иисус! Благодарим тебя, Иисус! Я так рада, что с тобой все хорошо. Благодарю тебя, Иисус! Это слезы радости. Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя! Благодарю тебя! Ах, спасибо! Поехали! Поехали! Господь Иисус, мы хотим воздать Тебе всю хвалу и всю честь за жизнь этого мужчины Благодарим Тебя, Иисус, что мы можем быть здесь сегодня, чтобы радоваться вместе с этой семьей Йохан пережил прикосновение Твоей могущественной руки Мы воздаем Тебе всю честь и всю хвалу, Господь Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас жизнь этого человека И я хочу спросить Тебя, Йохан, какое у Тебя свидетельство сегодня? Бог живой! Бог живой! Мы согласны с Тобой, Йохан И мы молимся, чтобы Господь дал Тебе силу, чтобы идти в этот мир и рассказывать людям о Божьей силе и помощи И о том, что Иисус Христос — единственный целитель И нет такой болезни, которую Бог не мог бы исцелить Нет такого заболевания, которое Бог не мог бы излечить И нет такой проблемы, которую Бог не мог бы решить Мы воздаем Тебе всю честь, Иисус Благодарим Тебя за эту семью, Аминь Зрители Заметьте, величайшее благословение в этой помазанной воде Это прорыв Прорыв в бизнесе Прорыв в финансах Прорыв в карьере Прорыв в жизни Поблагодарим Иисуса Христа Сейчас мы послужим зрителям, нашим братьям и сестрам, которые смотрят нас за экранами Перед этим я позволяю вас проверить мотивы вашего сердца Хороший мотив нашего сердца — это спасение нашей души Для того, чтобы мы смогли сохранить то чудо, которое вы собираетесь сейчас получить Маленькая капля этой воды Маленькая капля этой воды может изменить всю вашу жизнь Как пророки Будьте здоровья в вашем теле Будьте исцелены во имя Иисуса Христа Этой новой помазанной водой Будьте здоровы во имя Иисуса Христа Будьте избавлены во имя Иисуса Христа Все, что не работало в вашем теле Восстанавливается во имя Иисуса Христа Свобода во все сферы вашей жизни Прорыв в финансах Прорыв в исцелении Прорыв в вашем служении Прорыв в вашем доме Прорыв в общении Во имя Иисуса Христа Будьте спасены во имя Иисуса Христа Будьте исцелены во имя Иисуса Христа Нету такой болезни, которую бы не исцелил Иисус Христос Нету такой ноши, которую не мог нести во имя Иисуса Христа. Ваша свобода доступна. Господу нету расстояния или времени. Он всемогущий. Он прямо сейчас с вами. Свобода в вашу жизнь. Прорыв во всех сферах вашей жизни. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, Иисус. Спасибо.